Телеканал «Дождь» и «Москвау Таймс» представляют Когда я был мал, я любил смотреть по телевизору передачу «Это вы можете». В этой программе показывали таких странных советских самоделкиных, рукастых мужиков, которые у себя в гараже изобретали какие-то невиданные штуки. Понятно, что изобретали их они не от хорошей жизни, а потому что большая часть советской бытовой техники работала крайне паршиво. И в этот момент, когда остальное население материлось и шло пить горькую, эти люди шли в гараж, брали в руки рубанок и из подручных средств мастерили автомобиль собственного изготовления или газонокосилку, или вообще какой-нибудь луноход. Понятно, что все эти луноходы были кривые, косые, с заусенцами и с пятнами ржавчины, но, по крайней мере, они ездили. Я почему-то часто вспоминаю эту передачу, когда слышу разговоры про наши нынешние митинги. Ну что говорят о них, даже люди им сочувствующие? Говорят, вот, дескать, развели какие-то оргкомитеты, засели в кабинетах, пытаются нами командовать, а сами-то не могут сформулировать общую повестку дня, не могут выработать общую платформу и объяснить, кто виноват и что делать, совершенно не в состоянии. И рожи у них какие-то неприятные. И вот ради этих вот выходить мерзнуть на площадь, ради вот этих вот смешно. И, конечно же, это все правда. Никто из нас не нанимался выходить на площадь, чтобы помочь сделать карьеру депутату Гудкову или даже Григорию Явлинскому. А с другой стороны, вот если бы меня спросили, я бы, наверное, сказал, что выходим мы на площадь, чтобы хоть немного переделать самих себя. Если хотите, это школа, мастерская, тот самый гараж с подручными инструментами, где мы пытаемся делать какие-то невиданные ранее вещи. Мы учимся договариваться с людьми, которые не похожи на нас и во многом нам неприятны. Мы учимся вместе делать какие-то сложные штуки. Мы учимся формулировать те самые требования и вырабатывать ту самую повестку дня, которую не может предоставить нам этот незадачливый оргкомитет. Нам же не приходилось всем этим заниматься в последние 10 лет. Мы совершенно отвыкли это делать. Мышцы растренированы. Поэтому приходится через «не хочу» вставать и делать еще один подход к снаряду. И делаем мы это не потому, что тренер приказал, или потому, что директор фитнес-клуба нам нравится, а просто потому, что надо это уметь, в жизни пригодится. Возможно, из-за сравнения с фитнесом это еще больше выглядит как восстание сытых менеджеров на Ауди. Но, если честно, на самом деле это способ сделать из себя нечто большее, чем сытый менеджер на Ауди. Даже если лидеры нам не нравятся, согласованной программы действий у нас нет, автомобили не ездят, а пылесосы не сосут пыль – это еще не повод впадать в отчаяние. Наоборот, это прекрасная возможность взять и самим сделать офигенный луноход. Это вы можете.